Музыка Меня зовут Юра Меня зовут Даня Меня зовут Елена Меня зовут Лёва Мы семья Мацкевичей и это наша история Музыка 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 В 1997 году мы переехали из Москвы Сразу в Бостон Лёве было 7 лет тогда Данюше было 2 года Мы слышали много о Бостоне Наверное, еще и поэтому Все делается для детей И здесь самое лучшее образование Выбирали из Сан-Франциско и Бостона Потом решили переехать в Бостон Потому что в Сан-Франциско В предыдущем году Было большое землетрясение И решили, что поедем лучше в Бостон Где нет землетрясения Мы знали, что это Один из самых лучших городов Где лучшие колледжи Лучшая медицина И нам это было интересно Я очень хорошо помню один момент Когда мы только приехали Женщина, которая жила напротив нас Она подошла ко мне И стала расспрашивать Откуда мы И как мы здесь оказались И она была настолько дружественна Настолько улыбчива Открыта Мы ей никто И мы не привыкли к этому в Москве И нам было очень приятно Я закончил строительный институт После окончания института Я работал лет 10, наверное, в Москве В проектном институте Я работал авторским надзором на стройке Последние 10 лет у меня была своя компания И мы строили дома И занимались большими ремонтами В основном для коммерческих структур Я закончила финансовый институт И работала сначала бухгалтером Потом главным бухгалтером В разных фирмах И, в общем, я собиралась, наверное, продолжать эту карьеру Здесь как бы ничего другого не знала Не думала Но когда мы сюда приехали Оказалось, что нужно получить образование снова Дети маленькие И вот встал вопрос Что делать? Когда мы приехали в Бостон У нас был английский Который мы считали хороший Оказался не очень хороший Нам было довольно сложно Разговаривать даже на бытовом уровне Тем более на профессиональном Ну, я пошла работать в банк Думала, хотя бы язык немножко наберу Поработал немножко в банке Надоело ужасно А Юра к тому времени уже начал строить дома Алло, Ира Добрый день, это Юра Мацкевич Я только что приехал Вот встречался с инспектором из города Он просил установить второй выход из подвального помещения Несмотря на то, что у нас его нет в чертежах Он сказал, что это для безопасности людей, которые будут покупать этот дом И он бы хотел, чтобы мы его сделали Такой же, как мы делали раньше В Москве мы строили большие дома Многоэтажные Когда мы приехали сюда в Америку Америка одноэтажная И я решил, что я буду продолжать свое дело И заниматься строительством Я закончил курсы Я сдал экзамен И получил лицензию, которая подразумевает Право работать в строительном бизнесе на территории Массачусетса Это было в 97-м году И с 97-го года, вот уже 20 лет Я этим занимаюсь в Бостоне Строю большие и не очень большие Односемейные и двухсемейные дома Он начал в какой-то момент просто говорить Ну что ж такое, почему кто-то должен продавать наши дома Что ж ты не можешь попробовать Ну вот решила попробовать Это было уже 11 лет назад Сначала думала, что только буду продавать наши дома, которые мы строим А потом так получилось, что меня это захватило, увлекло И я не люблю делать, не умею делать как бы что-то чуть-чуть Чтобы стать риэлтором в Массачусетсе и в Америке нужно иметь лайсенс Чтобы получить этот лайсенс, я должна была закончить специальные курсы И сдать экзамен Сдала экзамен, получила лайсенс И вот тут-то все и началось Спасибо, да, я вижу ваш эмэл Мы можем сделать это завтра Мы можем показать вам завтра Но мы также делаем завтра в 1 до 2.30 Так что вы можете приехать с вашими клиентами Или просто отправить их вверх Но если вы не сможете сделать это, мы можем обязательно показать вам завтра Кто чем занимается, сказать очень сложно Потому что у Юры, на самом деле, инженерное образование Он больше 30 лет в строительном бизнесе Но за последние несколько лет Даня делает все то же, что и Юра делает Я нахожу, во-первых, дома, которые мы потом строим И еще я каждый день как бы на стройке работаю Смотрю, что сделано Занимаюсь маркетинг, делаю там часть бухгалтерии Занимаюсь веб-сайтом У нас, допустим, пару квартир есть, которые мы должны обслуживать Как бы, ну, то есть это в Бостоне И я этим занимаюсь Неофициально у нас кличка, что я директор А я заместитель А Лев Кто у нас, Лев? Тоже директор Тоже директор У нас все директора Нет подчиненных Ну что, инспектор Все примет? Все примет, инспектор И клозинг не надо переносить, да? Юра параллельно делает еще реновейшнс такие Строит для клиентов И это бывают дома, это бывают квартиры Сейчас вот у него пару квартир таких В понедельник будем выбирать гранит И во вторник закажем в среду его установку К середине недели должны привезти холодильник, плиту Посудомоечную машину В конце недели В конце недели, наверное, будем вызывать Маляров Красить Устанавливать лампочки Мы нанимаем, например, сделать каркас здания Мы нанимаем компанию Которая нам делает каркас Потом мы нанимаем другую компанию Которая делает наружную обшивку дома Третья компания делает электричество Четвертая делает сантехнические работы И так каждый этап свой суподрядчик делает Ни то, что не делали даже попытки нас понять Но в общем большинство нам помогало Например, мой инспектор в ситихоле Он долго не мог меня воспринять как строителя Он считал, что если я приехал из какой-то там России То я ничего не знаю, ничего не умею Поэтому он со мной стал нормально разговаривать Только после того, как я построил два или три дома И он увидел, что я все знаю И качество хорошее Рассказывал, как что нужно делать А папа ему Так, это что Я вообще инженер, и я это знаю Ну, как-то, видимо, сначала не срабатывала А потом с тобой посрабатывала А потом он уже мне говорил Ну, это там Ты знаешь, как надо делать Все, у всех все хорошо Так, у меня салат готов У меня тоже готов Садимся кушать У нас, то есть, как бы, большая кухня, правильно? Мы любим гостей Мы любим вкусно готовить, когда приходят гости Лёва познакомился с Эшли И он через некоторое время Он и нам представил официально И как будто с тех пор Она стала членом нашей семьи Я думаю, что мы должны Брать ему какие-то розмарии Эшли по образованию доктора Она приехала в Бостон В Редизентуру По специальности она психиатр Так как она поняла, что она попала В русскоязычную семью Она решила, что она будет учить русский язык Она ходит на курсы И у нее все очень хорошо получается Ашли, мы с тобой вчера практиковались Где мы встретились? Мы встретились на автобусе На автобусе? Да Молодец Ты наша отличница В автобусе? В автобусе или на автобусе? На автобусе? В автобусе или в автобусе? Встретились в автобусе? На бассейне или в? И мы в? В? Она думает правильно Да Сегодня я встал 8 часов Чтобы почистить дом от снега Потому что всю ночь шел снег Чтобы люди могли прийти на опенхаус Когда я ставлю дом на продажу То в этот момент мы сразу решаем Стратегию, как мы дальше, что мы делаем Значит, как правило, я ставлю перед выходными И в выходные, в субботу и в воскресенье Мы приглашаем всех желающих Это у нас называется опенхаус День открытых дверей И в это время все желающие могут прийти Посмотреть этот дом Мы об этом объявляем У нас есть такая система Multiple listing system В которой объявляется о продаже дома И в том числе делается объявление об опенхаусах Опенхаус идет в течение полутора часов Часа, двух по-разному В зависимости от того, как мы чувствуем, сколько нужно Это определенная такая стратегия бывает И, как правило, почему делается опенхаус? Мы хотим создать такое впечатление срочности Чтобы люди пришли все вместе в одно и то же время А не в разное время И чтобы была возможность максимально быстро получить оффер на эту квартиру или дом Да, я вам покажу еще Значит, здесь такое красивое патио, которое сейчас закрыто снегом К сожалению, но поверьте мне И в остальных местах положена трава Там трава еще Патио и трава У нас сделан irrigation system Поливальная система Поливальная система И отдельно, несмотря на то, что открытый Это вход в подвал В Копенхаусе очень сильно люди много готовятся То есть, в принципе, если выставляется на рынок новый дом Вот как те, которые строит наша семья То завозится мебель В спальне идут кровати На кухню идут всякие разные там Какая-то посуда и так далее Там стулья, столы Чтобы, зайдя в дом Такое было впечатление, что вот это домашняя атмосфера И на самом деле создается гораздо лучшее впечатление Когда заходишь в совершенно пустой зал Или заходишь в зал, где уже стоят и ковры И диваны, и столы и так далее Мы все время говорим, что каждый дом Это как наш ребенок Мы его вынашиваем 9 месяцев И мы действительно Действительно он как наш ребенок Мы так чувствуем это И когда мы его продаем Мы его хотим отдать в хорошие руки Люди видят наши дома И видят, что мы не экономим деньги на них Что мы строим так же, как мы бы для себя построили бы Мы строим для других Мы не пытаемся тут копейку сэкономить Там копейку сэкономить Я в принципе влюблена во все наши дома И во все наши фичерсы Я очень люблю, как мы делаем Вот мне нравится наша кухня Мне нравятся ванны Мы сами работаем над дизайном Сейчас в последнее время Даня стал очень много работать над дизайном И последние несколько домов Это практически его дизайн И людям очень нравится Все приходят и восхищаются Лёвса, Ванесса, мы пришли Привет, Лёва Ванесса получила замечательный оффер Будет работать в госпитале в Нью-Йорке И они хотят продать свою квартиру Замечательно Пойдем на кухню Да, пойдемте, пошлите Да, ну что, если вы действительно решили переезжать и продавать квартиру Я думаю, что это хорошее время сейчас Хороший маркет И у нас все получится Чтобы поставить дом на маркет и продать Нам нужно, как правило, два-два с половиной месяца То есть, если мы рассчитываем на то, что дом правильно оценен Мы получаем сразу офферы То, если люди берут маркет, то это, как правило, два месяца Иногда больше немножко, иногда меньше немножко Если это вдруг кешевый оффер, бывает, что и быстрый клоузинг Так что, вот как бы нужно на это время рассчитывать Да, мы думали в конце марта поставить Если мы готовы продавать даже и раньше То можно поставить и в марте Дом должен быть приготовлен Не важно, это новый дом или старый Как правило, если я продаю старый дом Это дом моих клиентов, которые доверили мне продавать этот дом То я говорю им сразу, что должно быть все убрано в шкафах И, конечно, хочется, чтобы впечатление от дома Не только от внешнего Но и когда люди открывают что-то Чтобы они видели, что там все приятно, красиво Здравствуйте Здоровося Вот сюда прячется у нас на одеялке Виня немножко смущается Да Мы сделали здесь Здесь у вас такая была комнатка Да, здесь мы сделали Вы видели вот эту красоту здесь Изумительный шкаф Вот получается Да, я видела Я даю советы, что нужно Я как бы включаю свежий глаз Вот так То есть, как бы часть работы, на самом деле, как дизайнер даже почти Да, я не уверена Может быть, лучше иметь здесь такой открытый space Хотя у вас лампа висит Ну, в принципе, не все высокие, которые сюда приходят И мы обычно что-нибудь ставим сюда посерединке, чтобы... Мне кажется, что это хорошо, что он вот так сбоку Что он не на проходе в кухню Это, наверное, более удобно так Ну, как бы сложно сказать Вы же не можете ни от чего больше здесь освободиться Потому что все это... Ну, довольно красивее Мы можем еще как-то его поставить вот так вот Параллельно к окнам Может быть, можно его параллельно? Ну, я советую, что нужно изменить Что, может быть, от чего лучше избавиться Даже если не надо избавляться совсем Но, может быть, хотя бы просто вынести на время там Куда-то в подвал, чтобы это не мешало для опенхауса Чтобы оно создавало приятное впечатление Чтобы людям хотелось купить Дедушка, привет Мы к тебе с Даней сейчас едем Будем через минут 10 Да, на чай Да Ну, хорошо, давай, скоро увидимся Давай, пока Пока Мои родители приехали очень вскоре после нас И они были уже в таком возрасте Когда им уже не нужно было работать И, конечно, мы благодарны Америке за это И, на самом деле, много чему можно быть благодарен здесь И мы благодарны То, что мы переехали сюда, это, я считаю, что был очень правильный шаг Хотя мы очень долго сомневались Я себя не видела здесь И это все было очень непросто И для меня, и для Юры, и для всей семьи И родители были уже в таком возрасте, когда их трудно было тянуть сюда Но, тем не менее, они молодцы большие Многое забыли Но, конечно, Московские улицы, все эти перегубки Большой Спас Болгановский Можицы едут 7 апреля Новокузнецкая Все это в памяти, когда показывают Есть тоска Ну, а что с самого дня? Хотя, откровенно говоря, в Бостоне нам значительно лучше и приятнее жить Особенно в нашем теперешнем возрасте состоянии За счет чего? Спокойнее Я бы сказал Мы как-то чувствуем себя надежнее Защищены со всех сторон Медицина То, что мы получили, этого в Москве бы не было Ну, бабушка же 8 лет назад болела Причем болела очень серьезно Но вряд ли она вынесла в ней Папа мой с удовольствием учил английский язык Несмотря на то, что он никогда знал немецкий И здесь ему удалось даже поступить в колледж в возрасте 70 лет И он ходил в колледж, по-моему, пару лет В Роксбери колледж И был счастлив И действительно сделал огромный прогресс для своего возраста Он молодец В 98-м мне было 72 года Сейчас-то я уже пошел на десятый десяток Вот Так что, конечно, учиться было интересно Язык интересный Но давалось не так легко Юрина мама приехала чуть попозже Через несколько лет Когда Дане было 5 Значит, это через 3 года После того, как мы сюда приехали Они все живут недалеко Мы живем в пригороде Бостона И тем не менее, мы буквально в 20 минутах от Бостона Что очень приятно, удобно С одной стороны, здесь вроде бы как в деревне А с другой стороны, нам не так далеко ехать до Бостона Я очень люблю гулять там Какой-то там свой такой дух И маленькие магазинчики, и маленькие ресторанчики И вот Люблю ходить по этим улочкам Между вот этими кирпичными домами Помощенным улицам И много куда можно на концерты сходить И в театр мы ходим Ну вот люблю я Бостон Привет! 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 Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Да, Даня и я просто идут туда У нас обычно, мы салим салатом Моя баба салитка Несли на мунистов Ты едва на это? Нет, пока не едва Ты должен ехать? Да Ты готова? Да, ты помнишь на пищу? Да, ты итальянский? Ты хочешь? Да, это место было круто Поехали Ты о чем мечтаешь? Я? Я мечтаю строить многоэтажные дома Я лично мечтаю уйти на пенсию Мы все стараемся с каждым годом Лучше строить, больше строить Надо в какой-то момент, вот мы хотим что-то больше строить Типа как бы квартирные здания Да, наверное расширятся, но с другой стороны мы и так много работаем сейчас Всегда готовы больше работать Наверное, я бы мечтала Чтобы больше было времени на отдых Чтобы дети Нашли себя Но они, может быть, уже нашли Сейчас у нас впереди свадьба Лёва и Сэшлы Не хочется мне говорить о каких-то совсем уже заоблачных далях Возвращаться за чесноком Сэшлы Сэшлы Их сэшлы Что это? Сэшлы Что это? Сэшлы Возвращаться Да Сэшлы 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok